Модерн Варшипс Всем привет! С вами Модерн Варшипс. Докладываю. Зима стремительно отступает по всем фронтам, а наши игроки ведут наступление на главную базу врага — карту Арктика. Именно там и ожидаются самые жаркие бои. Апрельское обновление принесёт в нашу игру много новой техники. А ещё кое-какие приятные сюрпризы. Авиация премиумного боевого пропуска представлена двумя американскими и одним шведским самолётом. Сверхзвуковой, сверхманёвренный дрон X-58 «Валькирия» — перспективная разработка компании Кратос Дефенс and Security Solutions. В нашей игре он вооружён двумя типами ракет. Первый — RGM-184A с большой дальностью полёта — позволяет дрону избегать вхождения в зону ПВО противника. А ракеты AGM-114N несут термобарический заряд и могут также наносить урон от взрывной волны окружающим кораблям и технике. А ещё на борту имеется пусковая установка дронов Switchblade 600, которые управляются по лазерному лучу. Это что ж получается, дрон, который выпускает дронов? Ничего себе! Шведский «Грифон» ЯС-39 — универсальный штурмовик. Его сильная сторона — большой набор вооружения для самых разных задач и дистанций боя. Две ракеты «Воздух-поверхность» имеют хорошую дальность полёта, а ракета «Айрис-Т» поможет вам бороться с авиацией противника. Также на борту две бомбы — обычная МК-84 и планирующая кассетная бомба БК-90. Ну и, разумеется, безотказная 25-мм пушка ГАУ-22. Впечатляющий набор вооружения для штурмовика, не правда ли? Перспективный истребитель пятого поколения YF-23 Black Widow 2 от американских производителей Нортроп Граммон и Макдональд Дуглас конкурировал за право заменить устаревающий F-15, однако уступил F-22. В нашей игре он обладает высокой скоростью, ракетами АМ-7 и мощной пушкой ГАУ-12 с увеличенным уроном, однако немного уступает одноклассникам в очках боеспособности. Пора ответить на ваши вопросы из комментариев. Какие же самые популярные? Так, вот, когда танки? Нет, не этот. А вот, когда вы, наконец, добавите в игру новые флаги? Отвечаем. В этом обновлении мы добавляем целых четыре новых флага. Греции, Малайзии и Польши. А также особый флаг на День Смеха. И мы не собираемся останавливаться на этом. Напишите в комментариях флаг какой страны вы бы хотели видеть в нашей игре. Как насчёт добавить света в мир лазерного ПВО? В нашей игре уже есть красный и голубой лазеры. А теперь к ним присоединяется Хелиус с лучом пурпурного цвета. Установка будет доступна в премиумном боевом пропуске. Кстати, а вы знаете, на каком корабле можно поставить установки всех трёх цветов? Напишите в комментариях. Вы давно просили добавить новые самолёты за доллары. Встречайте китайскую новинку J-26. Этот штурмовик обладает возможностью зависать в воздухе подобно Switchblade. У него на борту четыре вида ракет и планирующие бомбы. А пушка Type 23-3 заряжена разрывными снарядами, которые наносят дополнительный урон. Достойный конкурент любому штурмовику на третьем тире. Весной на деревьях появляются листья и распускаются цветы. Наши корабли, похоже, тоже решили быть в тренде. Посмотрите на скин Rocky Glade для нового фрегата Blue Shark. Так и хочется лечь на травке и немного помечтать. Да. Этот камуфляж вы сможете купить за внутриигровое золото. Что ж, пора вернуться на поля сражений. Мы ввели в игру модификацию китайской установки ПВО Type 730, которая будет обладать мощными дальнобойными ракетами. Она поможет разнообразить вашу систему противовоздушной обороны, а приобрести Type 730C можно за доллары. Также за доллары вы сможете получить новый китайский гранатомёт Type 726-4A, бомбы которого летят с увеличенной скоростью и могут наносить урон как кораблям, так и подводным лодкам. Главным призом апрельского боевого пропуска будет перспективный американский стелс-эсминец USS Constitution 2 проекта DDR-2000. На борту у него две ракетные шахты и четыре слота под автопушки. Главный калибр корабля — четыре рельсотрона MJ-7 Railgun. Высокая скорость полёта снаряда, повышенная точность и быстрая перезарядка. Вот визитная карточка этих орудий. Они находятся в закрытом слоте. ПВО представлено ракетными установками РИМ-162 ESSM и РИМ-200, по две каждый также в закрытых слотах. На борту имеется вертолёт. Похоже, где-то в сторонке загрустил один Замблт. А на этом у меня всё. Иду тестировать новый эсминец. Удачи вам в бою, командиры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова